здравствуйте дорогие садоводы спасибо за те отзывы которые вы присылаете на наш канал садовый мир и за вопросы вы тем самым подсказывайте нам темы которые вам интересны у нас были уже сюжеты о лекарственных растениях которые можно вырастить на своем участке посмотрите вот их сколько это из нашего интернет-магазина я выбрала и тут еще далеко не все все это реально можно вырастить у нас в нижегородской области средней полосе и вот еще и травы для чая и частично они тоже являются лекарственными растениями и вот здесь и пересечение идет такое можно прекрасные чаи себе заваривать посмотрите я и лечебный чай и ароматный сделала здесь я положила много календула потому что у меня сейчас проблемы с горлом надо и полечиться одновременно достать себе удовольствие просили рассказать про тимьян и знаете сразу несколько было вопросов о этом растении и все называли его по-разному несколько сразу было вопросов с названием богородская трава несколько раз его назвали чебрец кто-то говорил тимьян кто-то спрашивал а чебрец и тимьян это одно и то же и вот из этих изо всех вопросов мы и построим сейчас свой разговор я вам не могу сейчас показать тимьян в пучочке потому что у меня новый участок и к сожалению этот тимьян у меня пока еще совсем маленький на старом участке я тимьян оставила нетронутым пока у меня такой большой подушкой там разросся причем я его включила в декоративной композиции он очень красиво смотрится с очитком желтым такой контраст замечательный получается и одновременно я снимаю с него и вот это лекарственное сырье надо обязательно ножничками это делать потому что у него достаточно хрупкой корневая система если вы потянете за вот эти вот стебли то и корешки могут вырваться тоже у большого растения когда там уже совсем взрослый этого не случится а вот если молоденькие то вполне такое может произойти особенно в природе где вот эта конкуренция с другими растениями она не дает так сильно разрастаться этому тимьяну и там вот и бывает так что собирают и вырывают этот тимьян с корнем и получается что он из природы практически исчезает вот но тем не менее он распространен достаточно широко он встречается и на кавказе он встречается и в ленинградской области и в сибири его можно встретить виды разные у тимьяна и вот семена тоже бывают разные вот я в нашем интернет-магазине нашла два это как раз вот та самая богородской трава и тут написано тимьян или чебрец и богородской трава то есть в принципе вот в этих семенах это вот одно и то же это одно растение правильное его ботаническое название это тимьян ползучий есть тимьян обыкновенный есть тимьян лимонный с лимонным ароматом он кстати имеет более низкую зимостойкость есть тимьяны абсолютно декоративные то есть их не срывают в чай они такие прям распластанные по земле листочки у них маленькие 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 прям в булавочную головочку ресничные листочки вот такой тоже тимьян выращивают на альпийских горках в ракариях и можно его сажать именно в декоративных целях в лекарственных употребляют в основном тимьян ползучий он же чебрец и он живот богородская вот богородской трава почему такое название но во первых по латыни тимус тимьян и это означает сила дух и знаете какое даже было применение этого чебреца вот в древние еще времена воины это древний рим древняя греция они либо купались в ваннах с настоем чебреца с настоем этого тимьяна либо умывались так вот это вот такой вот чтобы аромат был сильный с таким пряным насыщенным запахом считалось что это бодрость силу и смелость придает вот отсюда тимус это сила сила духа вот теперь богородской трава это трава которая спасает от многих болезней и считалось раньше что это вот именно божественный дар который передан был этой траве в день успения пресвятой богородицы у иконы божьей матери ставили в деревнях и в церквях веночки с тимьяном или букетики с тимьяном и потом они еще долго так и стояли около этой иконы потому что вот этот сухой букетик он не теряет своих декоративных свойств еще в интерьере так замечательно смотрится еще и и конечно бактерицидным свойством владает в люльку у младенцев обязательно вешали букетики вот с этим тимьяном подушечки ему делали рядышком клали вот с тимьяном он потому что вот эти бактерицидные свойства излучает дезинфицируется воздух вокруг младенца и он с большой вероятностью не заболеет кроме того еще и отгонял всевозможных вредных насекомых кровососущих насекомых у нас могли быть тогда и клопы разные вот в древности да и даже комаров отгоняет своим запахом то есть вот такое применение тоже было открыто современными учеными и подтверждены совершенно точно вот эти лечебные свойства тимьяна не зря он именно богородской травой назван то есть это божественный дар который был передан растению в нем есть тимол в нем есть корвакрол и это два вещества очень мощные которые и антибактериальным действием обладает антисептическим действием обладает и даже способна убивать возбудителей туберкулеза и вот специально таких больных отправляли куда-то в горы лечиться этим запахом потому что в горах особенно много этого тимьяна бывают такие поляна где сплошь вот он таким сиреневым ковром все между камнями оплетает вот такое действие у тимьяна есть естественно в народной медицине и в домашних условиях их очень часто применяли для лечения всевозможных заболеваний которые связаны с дыхательными путями и для полоскания горла для полоскания полости рта и кишечные колики успокаивает тимьян вот если не вы не знаете какого происхождения у вас какие-то боли в животе но вот чтобы успокоить эти спазмы тоже можно принимать принимать чай с тимьяном а потом уже идти к врачу зубную боль мог успокаивать тимьян то есть видите какие широкие у него применение от бронхита от затяжного кашля все это вот тимьян я сама на собственном опыте убедилась что действие определенно есть потому что вот приходилось мне читать курсы они были короткие но в течение дня пять часов практически приходилось разговаривать и всегда это кончалось мне какими-то ларингитами и вот я спасалась этим тимьяном у меня всегда был дома заготовленный в каких-то мешочках баночках вот и я прям этот чай вот пила 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 и спасалась без лекарственных каких-то препаратов теперь значит я вот тут себе шпаргалочку написал чтобы ничего не забыть потому что действительно свойств этого тимьян очень много как пряность он применяется для ароматизации вторых блюд вот травы прованса если вы покупали в каких-то хороших магазинах вот эти пряные травы там они в красивых упаковочках все там обязательно в состав входит тимьян обязательно в этих травах прованса еще вернемся к лекарственным свойствам есть лекарство которые все наверное знают называется он пертусин от кашля и вот он как раз тоже был сделан на основе вытяжки из тимьяна вот видите какое замечательное средство и все это можно вырастить на участке как сеять дорогие друзья имейте пожалуйста в виду что это света зависимое растение то есть семена прорастают на свету их ни в коем случае не нужно заглублять в почву вот а неудача с посевом тимьяна часто всего и связано с тем что делают бороздочку туда вот эти вот семена помещают а в темноте семена не прорастают и они прорастают только на свету поэтому как мы с вами делаем берем какую-то плошечку обильно увлажняем землю а сверху насыпаем вот этот тимьян и семена очень мелкие поэтому можно списать смешать с песком как это делается вот берете сколько там этих вот семян да ну совсем чуть-чуть и берете раз в десять больше этого песка и тогда вот перемешали перемешали и вот так вот сверху посолили на эту поверхность за счет того что у вас влажная очень почва накрыли стеклышком или накрыли какой-то пленочкой у вас идет конденсат набухают семена и идет хорошее прорастание я бы только советовала лучше лучше сеять сразу в открытый грунт почему потому что всходы у тимьян очень мелкие и либо надо сеять с досвечиванием потому что даже в марте месяце они могут вытянуться либо вот уже как я сказала сразу в открытый грунт точно так же выравниваете площадочку можно даже сверху насыпать слой песка хорошенечко увлажнить и вот на эту влажную почву вы сеете вот этот вот тимьян коробкой от торта накрыли положили сверху какой-то камушек или вот у меня крючочки есть такие коробочку можно закрепить снизу крючками ветром чтобы не унесло да и пожалуйста ваш тимьян прорастет при уже натуральном освещении если у вас у знакомых у родственников есть тимьян то его очень легко можно размножить написано что размножается делением куста даже вот знаете не советую этого делать потому что старые кустики они так вот уже древеснею там разделить бывает трудно все это как-то вот в руках рассыпается там может вот на эту древеснеевшую часть какая-то инфекции прицепиться мне больше нравится размножениями зелеными черенками это верхушечная часть берется где-то в мае в июне месяце срезаются опять же ножничками вы берете срезаете где-то пять-семь сантиметров этого побега нижние листочки удаляете и на какую-то грядочку там немного совершенно надо вот сажаетесь через скажем 5-7 сантиметров вот эти саженцы накрываете где-то в тенечке и у вас обязательно это все прирастет если еще вы хотите точно обезопасить себя от загнивания всевозможных полейте либо трихоцином либо там глякладинчик вот где-то положите и все у вас обязательно прирастет ну что сейчас я еще посмотрю на свою шпаргалку так да вот еще одно интересное свойство вот сейчас все рекламируют средства от метеоризма от вздутия в животе вот кстати сказать тимьян замечательно подходит и никаких лекарств дорогих покупать не стоит а вот заварить просто вот такую травку если дома выращивать очень многие спрашивают как дома вырастить потому что очень часто встречается в интернете травы на окне на балконе душистые дорогие друзья тимьян это очень светолюбивые растения поэтому либо это южное окно либо это какой-то балкон хороший на северных и каких-то западных окнах он может вытянуться и тогда ну не красоты особой какой-то не будет не пользы особо не будет листочки свежие когда вот опять же только они растают молоденькие побеги можно в салат употреблять в них много и витаминов и витамин c и микроэлементов огромное количество то есть вот все вот эти вот полезные вещества они иммунитет ваш поддерживают и не дают заболеть ну что ж наверное все вот я рассказала можно еще и более подробно говорить но вот основные я вам моменты рассказала еще вот смотрите если вы в декоративных целях выращиваете этот семья очень советую именно на приподнятом месте это делать потому что в природе тимьян любит расти на каких-то но достаточно сухих почвах либо на склоне где ни в коем случае не застаивается влага вот говорят иногда ой а у меня тимьян вымерз а скорее всего не вымерзает тимьян а именно вот от вымокания он пропадает так что либо какую-то искусственную приподнятую грядочку делайте да это на ширину буквально доски вот обордюрили да или камушками каким-то обложили повыше приподняли и вот сюда тимьян ваши сажайте либо это альпийская горка где-то только если это настоящая альпийская горка где у вас прям совсем крохотные растения имейте ввиду что тимьян разрастается прям такой хорошей подушкой если вы в течение лета первый урожай срежете вот этих вот цветочков да то через некоторое время тимьян зацветет второй раз и где-то в августе вы срежете уже второй урожай всех призывает только не срезать эту красоту полностью дать подсвести цветет тимьян очень долго месяца полтора не меньше там огромное количество пчел шмелей вас будет и вот эти вот полезные вещества все равно у вас еще сохраняться в этих соцветиях вот то есть дайте все-таки маленечко чтобы и пчелы насладились и вы вот этой вот красотой и потом уже заготавливайте сушить надо где-то в тенечке либо вот у меня опять же есть вот это вот скатерть самобранка электрическая сушилка на ней высыхать буквально за один день и таким образом всегда у вас этот тимьян будет сажайте разные сорта сажайте и вот такой вот ага чабер вот еще тоже спрашивали же я обещала сказать что чабер нет это другое растение дорогие друзья не чабрец и не тимьян и чабрецом то называется только тимьян ползучий тимьян обыкновенный это тимьян обыкновенный вот тимьян лимонный это тоже уже другой вид есть тимьян даже с пестраль с пестрыми листочками но вот имейте ввиду что самые зимостойкие это тимьян ползучий и следующий за ним тимьян обыкновенный для других нужно вот обязательно какие-то условия такие возвышенность создавать и так далее ну вот дорогие друзья про богородскую траву про чабрец и про тимьян мы с вами рассказали как бы три растений на самом деле одно свойства вот такие замечательные лечитесь пить и ароматный чай и пускай у вас всегда будет под рукой такой замечательный сырье